Дорогие друзья, я надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И мы начинаем очередной вебинар из серии стеклянного дела, который посвящен в этом году реальным проектам перепланировок различных видов помещений с использованием стекла. Причем используем стекло мы очень активно. И тем самым доказываем, что этот материал имеет право существовать не только в привычных рамках нам, но и в более широком аспекте. Напоминаю, что меня зовут Надежда Иршова. Я являюсь практикующим дизайнером и архитектором. И концепты, которые я представляю, это концепты реальных квартир с добавлением чуть большего количества стекла, чем это принято у нас. Мы сегодня рассматриваем перепланировку двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек. Поскольку эта тема достаточно обширная, то я разделила ее на две части. Сегодня мы рассматриваем первую часть, перепланировку нескольких помещений, а на следующем занятии рассмотрим оставшиеся, поскольку достаточно большое количество стеклянных конструкций предполагается использовать. Итак, мы начинаем. По принципу наших вебинаров в этом году, мы сначала должны увидеть, для кого мы собираемся делать перепланировку, для кого мы обустраиваем жилье, и только после этого можем взяться за дело. Итак, у нас семья, состоящая из четырех человек, это молодая пара родителей и две дочери. То есть, дочки погодки и дети одного пола у нас получается. То есть, здесь своя специфика в устройстве помещений для детей. Сегодня мы рассматриваем другие помещения, детскую, будем рассматривать на следующем занятии. Итак, семья у нас состоит из специалиста по рекламе и специалиста в сфере IT. То есть, люди коммуникабельные, хорошо образованные, продвинутые и не боящиеся инноваций и нововведений. Наоборот, как сейчас принято говорить, креативные и открытые всему новому. Единственное, что нужно учитывать, черты характера все-таки, поскольку это вносит свои коррективы. Черты характера хозяев, естественно. Что нужно для хозяев, это помещение для приема гостей, поскольку коммуникабельные, как я уже сказала, и любят принимать гостей, но он везет уже который раз. То есть, нам нужно достаточно просторное помещение функциональное для этого. Также достаточно удобное место для готовки, нужно место для отдыха и так далее. Плюс хорошие детские. Посмотрим, что нам предоставили в виде исходной планировки. Это квартиры Сталинка, комнаты изолированные, одна из них граничит с кухней и коридором. И эту часть мы сегодня будем, кстати, рассматривать. Вторая комната у нас отведена по детской. Здесь мы также будем смотреть, что можно сделать для детей. И раздельные санузелы и ванны. Балкона в данной квартире нет. И, собственно, по поводу Сталинок, можно сказать много интересного, поскольку они совершенно разные все. То есть, довоенные Сталинки и Сталинки для элиты – это одна вещь. Хотя, также наряду с достаточно большими площадями и хорошей достаточно планировкой есть и минусы. Например, иногда несовпадение площади и высоты потолка даже в элитных помещениях. А серийные Сталинки у нас, по большей части, имеют достаточно хорошую площадь. Допустим, двушка у нас до 60 метров квадратных доходит. То есть, достаточно прилично. И кухня в 7,5 метров, как в нашем случае. Была бы достаточно, опять же, приличной, но мы с ней будем все-таки работать. Что? Здесь отсутствует мусоропровод, который иногда бывает в сталинских домах. Ну, а вообще, Сталинки, они очень разные. Сталинские дома бывают и многоэтажные. 7-8 этажей, допустим. И что подкупает в этих квартирах – это высота потолка до 2,9 метров. Местами доходит почти до 4 метров. Но бывают, что Сталинки более позднего периода малоэтажные и по своим качествам совершенно не отличаются почти от хрущевок. То есть, и малая площадь, и не очень хорошая планировка. То есть, Сталинк, Сталинки рознь. Здесь у нас плюсов несколько. Это хорошая высота потолка, почти 3 метра. Это большая площадь коридора. Это раздельные комнаты, как я уже говорила. Относительно большая кухня. И раздельный санузел. С санузлом раздельным мы точно ничего по просьбе хозяев кардинального делать не будем. То есть, мы не будем его объединять. А вот с помещениями будем разбираться. Поскольку нам нужно большое помещение, которое включает в себя различные функциональные зоны. И мы этим и займемся. Еще хочу сказать, что в этих квартирах достаточно высокие окна. То есть, непривычно большие для нас. Чем выше высота потолка, тем, можно сказать, больше окно. Итак, на этой почве у нас получается следующее функциональное зонирование. Я всегда напоминаю, что прежде чем приступить к слому второго и возведению нового, в частности, перегородок различных и других конструкций, необходимо определиться, где какая функциональная зона у нас будет и примерно сколько места она будет занимать. Здесь получились такие функциональные зоны. Во-первых, жилая, в которую входят все процессы жизнедеятельности, такие, как отдых, сон, бодрствование, допустим, с книжкой или с компьютером, прием гостей и прочие подробные процессы. То есть, сказать, что это зона просто гостевая или это зона сна и отдыха нельзя. То есть, она всегда выбирает именно все эти процессы. Далее, принятие и приготовление пищи. Зона у нас по площади не уступает жилой. И здесь можно ее воспринимать как и гостевую, и зону обеденную. Зона коммуникаций предполагает наличие достаточно просторного холла, который можно использовать как дополнительную площадь при, допустим, приеме гостей. И каким образом это сделать, мы посмотрим из дальнейшего нашего повествования. Также у нас запланированы две подсобные зоны в этой части. Каким образом мы их сделаем, так же будет видно. Зона санузла и зона ванной остаются на местах. Нам повезло, что у нас здесь перегородки имеются около 150 см толщиной. И, собственно, их можно трансформировать, ликвидировать. И на их месте возводить какие-то другие конструкции, что нам и, в общем-то, нужно. Определившись с процессами, которые должны происходить в нашей квартире, в этой ее части, которую мы рассматриваем сегодня, мы приступаем к перепланировке. И, как вы видите, у нас получается, опять же, очень смешанные пространства, симбиоз. Здесь мы включаем концепцию фальш-перегородки, которая хороша тем, что она одновременно ограничивает определенные пространства и в то же время она же не загромождает его, поскольку является не такой уж большой по площади и оставляет достаточный простор для курсирования для пешеходных, так скажем, трасс. Мы тут же делаем конструкцию в виде стеклянной колонны. На самом деле она у нас несет дворякий смысл. Она является и колонной, и еще есть у нее некоторые функции, мы рассмотрим чуть позже это. У нас получается таким образом перетекающее пространство из гостиной, столовой, кухни в холл. И, как я уже сказала, здесь мы можем холл рассматривать как дополнительное помещение, поскольку он имеет дополнительную площадь, и он может служить дополнительным помещением при приеме гостей. Здесь можно спокойно поставить кресло, столик небольшой и так далее. Сделать такой прием а-ля фуршет или что-то в этом роде. Какими конструкциями у нас отделяются одни зоны от других, мы посмотрим далее. Как вы видите, ванны и санузел у нас остались на местах. Ну и поскольку отсутствие балкона, то остеклять лучше мы с вами не будем. Итак, что мы имеем внутри при такой планировке. Во-первых, это у нас холл новоявленный, который отделан под рогожку, такой достаточно грубоватый материал, однако в деревянных рамах у нас имеются витражи. Витражи эти повторяются у нас по всему пространству вот этому перетекающему, которое у нас получилось из коридора, комнаты и кухни. И как вы видите, слева у нас стеклянная колонна с витражным остеклением, еще левее, чуть ближе к нам это часть перегородки. Все это в металлическом каркасе фальш-перегородка. Перегородка и колонна отмечают у нас границу между холлом и жилой частью. В то же время они не загромождают пространство и пространство остается достаточно свободным и воздушным. С правой стороны большая емкость для хранения благодаря высоте потолков можно было соорудить такую вещь, как шкаф-купе от пола до потолка с дверцами, отделанными также витражами. Они открываются на нескольких уровнях, то есть здесь нет таких длинных стекол высотой 3 метра, но сделано это так, что нижние и верхние края дверок нижних и верхних соприкасаются практически невидимо. То есть получается полная плоскость открывания полная дверца. Кроме того, в санузел и ванную дверь также у нас с витражным стеклом непрозрачным, которые позволяют сохранить общую гармонию интерьера и в то же время не нарушать уединение людей в этих помещениях. И сверху у нас ленточное остекление, это второй свет, вот оно полупрозрачное, скажем так, то есть это остекление также витражное, но пропускающее достаточно света для того, чтобы освещать помещение. И вверху у нас плафон также с витражами. Витраж это довольно распространенная техника в стеклянных конструкциях и имеется много способов нанесения витража, вообще изготовления витража. У нас естественно не аутентичный витраж, который делается долго, кропотливо, с дорогостоящими материалами. Будем смотреть на либо нанесение рисунка ультрафиолетовой печати, допустим, либо это у нас будет пленка витражная получается полное ощущение витража. Причем витраж здесь это намек на стиль модерн в таком достаточно скромном сдержанном интерьере. Что добавляет нашему интерьеру изящество. он объединяет различные конструкции. Как вы видите, деревянные двери и шкаф-купе, который служит не столько шкафом, сколько полноценной подсобкой, поскольку высота потолка почти 3 метра и позволяет соорудить такую подсобку красивую. Что представляет собой колонна? это каркасные конструкции со стеклянными стенками. Мы здесь будем, конечно, использовать триплекс безопасное стекло. Плюс секрет этой колонны в том, что она еще представляет собой такой стеллажик. Внутри должны быть расположены полочки и там могут храниться различные вещи. Причем сделать открывающиеся дверки они получаются у нас цельно стеклянными. Необходимо так, чтобы не нарушать целостности этой колонны. И как я уже говорила, помимо красоты функции эта конструкция служит разделителем двух пространств. Хочется сказать, что помимо стекла здесь у нас задействованы еще восстановленный старый паркет и это в части холла у нас и пол ламинат гостиной в гостевой и в жилой зоне. На заднем плане уже просматриваются конструкции, к которым мы подойдем чуть позже, когда ближе пододвинемся к кухонной зоне. Но и с противоположной стороны это выглядит вот так. То есть левый наш шкаф купе, внушительный справа колонна, которая является также своеобразным стеллажом. И перегородка в металлических конструкциях из того же стекла трипикс с нанесением витража тем же способом. Здесь перегородка может быть как однослойная так двухслойная с подсветкой внутри. Поскольку эта концепция то она может еще поменяться. Здесь необходимо выбрать что-то из предложенных вариантов. И кстати подсветка присутствует и в колонне. Ну и плюс здесь хорошо просматривается плафон стеклянный с нанесением витража. а на заднем плане справа мы видим еще один вместительный шкаф купе который относится уже к жилой зоне и он у нас в матовом рифленом таком стекле светорассеивающем который служит еще и светильником заодно то есть там есть внутренняя подсветка когда она включается то вся эта стена разливает мягкий рассеянный свет шкаф получился очень вместительным то есть там находится все что только можно даже некоторая рабочая зона с выдвижным с выдвижной частью для компьютера для клавиатуры там же телевизор и хозяйские вещи складированы упорядочены и структурированы при этом шкаф является ну скажем так произведением искусства или арт объектом мало того что он очень функциональный он еще и красивый поскольку как я уже сказала служит еще таким большим светильником помимо прочего и плафон в жилой части также у нас повторяет плафон в прихожей тоже стекло с нанесением витража это все объединяет две разных части и как вы видите стекло в очередной раз мы убеждаемся оно очень хорошо сочетается со всеми другими материалами будь то материалы сложные какие-то изысканные такие как этот старый паркет с выложенным рисунком или современные высокотехнологичные но достаточно простые в линиях таким образом шкаф у нас хорошо вписывается в общую обстановку хорошо гармонирует с обивкой мебели и стеклянным столиком за навески гардинам мы использовали штофные достаточно респектабельные но не бросающиеся в глаза рисунок там имеется но он не спорит с окружающей обстановкой если мы посмотрим из жилой зоны по направлению кухни то мы увидим что здесь у нас запланировано две конструкции сложных но поскольку высота потолка позволяет как раз приемлемых в нашем случае и позволяющим хорошо зонировать помещение это стеклянный подиум и стеклянный потолок кассетного типа то есть в каркас алюминиевый вставляется но здесь предполагается не столько стекло обычное сколько стекло акриловое и рисунок стекла повторяет рисунок пола этого подиума для пола мы берем триплекс и делаем очень прочный металлический каркас как пример расчета стекла для подиума в конце нашего вебинара будет то есть это не конкретно этого подиума но как мы сможем рассчитать его по заданной схеме что касается потолка то он у нас тонированный непрозрачный поэтому подсветка которая в нем присутствует дает такой мягкий ненавязчивый свет специально сделан затененный такой потолок сквозь его свет все равно проходит хорошо но дает именно такое вечернее уютное освещение и цвета в которых выполнены и пол и потолок позволяют создать гармонию с отделкой стен и остальными помещениями интерьер получается ненавязчивый но изобелают именно стеклянными конструкциями которые хорошо сочетаются с остальными предметами и конструкциями и на кухню как вы видите мы можем добавить даже несколько эпатажных вещей таких как дощатый скажем стол и яркие пластиковые стулья которые совершенно не портят общую картину а создают акценты необходимые и вот таким образом различные виды стекла и силикатного и флексигласа создают праздничные ощущения в квартире но здесь опять же нас позволяет параметры этой квартиры чтобы получилось именно это ощущение поскольку потолки еще раз говорю высокие и еще хочу обратить внимание на стеклянный фартук для кухни он также сделан с помощью печати на стекле то есть будет сделан поскольку эта концепция и здесь будет закаленное стекло рисунок будет повторять витраж на всех остальных предметах стеклянных и как вы видите его извилистые текучие линии этого рисунка не противоречат всему остальному строю помещения всему остальному гармоническому строю конструкции ну и сейчас попробуем посмотреть пример расчета на прогиб свободно опертые прямоугольные пластинки на загружение сосредоточенной силы как раз это важно для расчета допустим полов подиумов и ступенек стеклянных которые подвержены эксплуатационным нагрузкам этот пример достаточно показателен и собственно это можно посмотреть в книге пластинные оболочки есть такая книжка но в данном случае мы посмотрим общую формулу которую нам предоставил автор расчетов и пример расчета конкретной пластинки и куда все это подставлять итак нам нужно узнать максимальный пробег в точке куда действует сосредоточенная сила и мы его вводим по следующей формуле я эту формулу давала на нескольких вебинарах в прошлые годы она очень полезна и повторять ее в принципе особенно когда мы говорим о реальной перепланировке никогда не не поздно и не вредно и так для расчета нам нужно математическая константа числа пи цилиндрическая жесткость пластинки сосредоточенная нагрузка мы должны знать наименьшую сторону пластинки наибольшую сторону пластинки координаты центра точки гиперболический катангенс и гиперболический синус это для расчета как раз для общего расчета нашей нагрузки то есть пробили и здесь имеется пример где высота пластинки 2,2 метра ширина 1,1 берется автором координаты центра 0,5,0,9 нагрузка P у нас 1000 паскал и модуль упругости также приводится автором данного расчета вы видите его на экране и в результате в результате установки всех этих категорий мы получаем прогиб 6,51 миллиметр это то что касается просто примера расчета таким образом можно рассчитать пластинки и для нашего подиума единственное что пока что я не могу назвать точных расчетов точных его размеров поскольку это всего лишь концепция на сегодня повествовательная часть у нас закончена 20 21 22